Крым и Россия вместе. Для 18 марта любого года, на все времена, это останется главным событием. 18 марта 2014 года Владимир Владимирович Путин подписал исторический документ, на основании которого Крым вошел в состав Российской Федерации. Сегодня в Истрию, в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» пройдет митинг-концерт, посвященный второй годовщине воссоединения Крыма с Россией. На торжественное мероприятие приехали на двух автобусах более ста жителей Щелковского района, представители ветеранских организаций, общественной палаты, молодежного движения «Молодая гвардия», партии «Единая Россия», клубных центров «Романтик» и «Навигатор». На площадку внутри красивейшего здания, ставшего уже известным на всю страну, недавно реконструированного на месте музея в Воскресенском, Ново-Иерусалимском, Ставропедиальном монастыре, съехали с делегаций из всех районов Подмосковья, всего более трех с половиной тысяч человек. «Россия!» «Жители Симферополя, Севастополя, во всех городах полуострова Крым высказали единогласную поддержку воссоединения с Россией. Это очень важно, мы это очень ценим». Как рассказал со сцены митинга телеведущий программы «Право голоса» Роман Бабаян, присутствовавший во время референдума в 2014 году в Крыму, в ту ночь, когда подводили итоги народного голосования, крымчане не уходили домой и не спали. Так велико было волнение. Но и в России очень многие люди в ту ночь бодрствовали. «Я, например, почувствовала, и думаю, что весь наш народ российский почувствовал, что действительно это здорово, что Крым присоединился к России. Он всегда был, состав входил России, и когда его отсоединили, немножко было грустно. А когда его присоединили, была большая радость и большой праздник». «Конечно, обрадовались, что Крым стал нашим». «Был нашим, стал нашим». Настроение праздничного митинга-концерта было поддержано очень красивым культурным событием, состоявшимся здесь же в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим». Для всеобщего обозрения здесь открыли выставку картин величайшего мариниста, и русского, и крымского одновременно Ивана Айвазовского. Здесь было представлено 19 его картин. 8 специально привезли из его картинной галереи из Феодосии. Айвазовский – один из самых дорогих в мире художников. Его картину недавно продали на аукционе более чем за 3 миллиона фунтов стерлингов. Но ценность всего, что связано с Крымом, измеряется, конечно же, не в деньгах. Гораздо в большем и значительном. Для Щелковского района, родина Айвазовского, город Феодосия имеет особый статус. С этим красивейшим и исторически значимым крымским городом заключено соглашение о дружбе и сотрудничестве. И произошло это как раз после той памятной весны 2014 года, когда Крым вновь стал нашим. Андрей Циханович, Александр Рожевский, телерадиокомпания «Щелково».